Всем привет, с вами Артём Бёргман и канал Artificial Orgasm. И сегодня я расскажу о звуках, которые способствуют погружению зрителя в фильм. Кто? Подождите, подождите. Вы слышите? Да, точно, это оно. Да, это то самое звучание начинающих режиссёров. Нет-нет-нет, у вас нет никаких глюков, можете расслабиться, то действительно нет ничего, кроме моего голоса. Да, именно такими можно слышать многие короткие метры новичков, в которых кроме голоса вообще нет других звуков. И лишь только музыка. Кстати, не так давно я делал ролик про музыку в кино и показывал, почему фоновые шумы больше способствуют погружению, чем саундтрек. Ссылка в описании и по подсказке. А знаете, почему так происходит? Почему звук игнорируется? А этому есть очень простое объяснение. В жизни наш мозг очень хорошо научился отключать фоновые шумы, чтобы не перегружать нас информацией. Вот сейчас, когда вы смотрите это видео, рядом с вами точно есть какие-то фоновые шумы. Вы слышите голоса, пение птиц, шум компьютера, может кто-то говорит в соседней комнате. Но вы не обращаете на них внимания и слушаете меня. Ваше внимание сосредоточено на моём голосе. Вы слышите, как бьётся ваше сердце. Вы больше не слышите других отвлекающих звуков. Только полное погружение в этот мир артов вижу оргазм. Я думаю, вы заметили, что наш мозг фиксируется на самом главном, то есть на голосе. А в кино это отдельная дорожка диалога. Но дело в том, что нашему восприятию, чтобы выключить, а если быть точным, то сделать незначительными эти фоновые шумы, нужно чтобы они были. Да, звучит как вода водянистая, но это действительно так. Когда шумов нет, как вот сейчас у меня, то вам кажется, что что-то идёт не так. А теперь давайте постепенно будем добавлять звуки в комнату. Чувствуете, что стало повеселее и уровень погружения вырос. Ощущение субъективности восприятия растёт. Появляется ощущение, что вы находитесь рядом со мной с учётом ещё широкоугольной оптики, которая усиливает эффект присутствия. Мой голос по-прежнему различимо находится на переднем плане, но при этом пространство будто ожило с появлением звука. Я уже как-то говорил, что звук является одним из лучших способов описать пространство за кадром. Кстати, какие звуки вы сейчас слышите в ролике? Пишите свои варианты в комментариях. А теперь давайте поговорим о типах звуков, которые способствуют этому погружению зрителя. Первое – это окружение. В целом, это именно то, что вы сейчас слышите у меня. Как вы знаете, звук отсутствует только в вакууме, хотя даже в этих условиях в кино звук есть, что демонстрируют многие фильмы. Окружение является необходимым элементом звука. Оно может быть тихим, громким, но оно всегда есть. Это может быть проезжающий вдалеке поезд или звук крана воды из кухни, звук вентилятора жарким летом или шум кулеров компьютера. Всё это является важной составляющей нашей жизни. И пускай мы не обращаем на это внимание, как кажется на первый взгляд. Второе – ветки деревьев. Колыхание листвы имеет успокаивающий эффект, который отлично работает на вовлечение зрителя. Чаще всего такие звуки весьма ритмичны, а ритмичность – это одна из основ погружения. Сейчас вы можете вспомнить мой ровный голос в колебании часов в начале ролика. Третье – самолеты и машины. Самолеты и машины давно стали частью нашей жизни. Эти звуки настолько привычны, что мы перестали обращать на них внимание. Но между тем эти транспортные средства являются отличным способом вовлечь зрителя, как раз в силу обыденности звука. Сейчас я добавлю в микс машины и самолёт за окном. Чувствуйте, что акустическое пространство стало более интересным и выразительным, и разбавляется монотонность окружения. Машины и другие транспортные средства – это отличный способ оживить микс и сделать его более интересным. Четвертое – одежда. Это, наверное, одно из самых уязвимых мест в звуке, про которое часто забывают или игнорируют. Давайте проведем небольшой эксперимент, и я покажу одну сцену, что я специально снял со звуком одежды и без него. И при этом в обоих случаях я соберу звуковые фоны для чистоты эксперимента. Я думаю, вы прочувствовали разницу, хотя поначалу всё кажется немного абсурдным. Наверняка вы вспомнили момент, когда одевались и не слышали каких-то ярких звуков. Просто наше восприятие их умело отключило, и сами эти звуки стали обыденными. И вообще стоит сказать, что все звуки, которые я описываю, повседневны для нашей жизни, и в этом их сила, способствующая погружению зрителя. Пятое. Шаги. Шаги – это неотъемлемая часть кино, как и нашей повседневной жизни. Я заметил, что шаги – это один из самых сильных способов выразить героя на экране. И здесь я, с вашего позволения, приведу примеры с фильма «Старикам тут не место». Посмотрите, какие замечательные шаги у Чигура. По ним можно очень много сказать о герое. Во-первых, они выполнены в идеальном ритме, что превращает персонажа в робота. Но главное, как они сделаны и как мощно звучат. В этих шагах сразу чувствуется опасность и угроза. А вот еще один интересный пример из фильма «Власть пса». Здесь герой Камбербэтча – мачо-мужик, что отлично выделяет звонкий звук шпор на его сапогах. Основная сила шагов состоит в ровном ритме, который их сопровождает. Ровный ритм, как я отмечал ранее, является убаюкивающим и вводящим в транс. Кстати, именно поэтому чаще всего в кино используется музыка с размером 4х4, с ровным ритмом, что способствует погружению зрителя. Конечно, это далеко не все типы звуков, которые способствуют вовлечению в мир кино. И тут есть еще много о чем поговорить. Но мне хочется узнать, насколько вам это нужно. Давайте сделаем так. Если этот ролик наберет 120 лайков и 20 комментариев, то я сделаю вторую часть по этой теме. И бонусом еще скину ссылку на крутой мастер-класс по звуку, а также дам рекомендации по фильмам с хорошим звуком, который отлично справляется с погружением зрителя. Если вы не подписаны на канал, то обязательно это сделайте. И сразу подпишитесь на все уведомления, чтобы ничего не пропускать. А с вами был я, Артем Бёрдман. Всем вам спасибо за просмотр. И дохранит вас всех, Отец Наш Небесный, Сергей Эзенштейн. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok